Единый день информирования – традиционный повод встречи рабочих и представителей госструктур. В зале сотрудники «Красного пищевика». На повестке «Медиа культура». 85% белорусов – активные пользователи интернета. И в частности, соцсетей. Причем люди не только смотрят фильмы и общаются, но и читают новости. Не всегда достоверные. С каждым днем мы видим расширение интернет-пространства, в том числе переход СМИ в интернет. И здесь возникает целый ряд вопросов и проблем, которые необходимо решать. То есть это безопасность СМИ, это чтобы интернет не имел такого влияния, скажем так, негативного и на жизнь человека, и на жизнь его близких, в том числе, особенно детей. Еще один не менее важный вопрос – кибербезопасность. Его обсуждают с коллективом автобусного парка номер два. Преступления в сети фиксируют чуть ли не ежедневно. Причем жертвами мошенников становятся не только пенсионеры, но и молодежь. Сомнительные ссылки, звонки в Вайбер, сообщения в мессенджерах. Запомните раз и навсегда, сотрудники банка, других организаций никогда не будут звонить по мессенджерам и говорить, что с вашего счета проводят сомнительные операции. Это что касается сотрудников банка. В банковских организациях данная операция проходит все на автоматическом режиме, и сотрудники банка это не отслеживают. Встреча с коллективом проходит и в детском санатории «Радуга». Разговор, как всегда, откровенный. В ряду вечно актуальных вопросов – дети, их здоровье и безопасность. Сегодня мы отдельно рассматривали вопрос по гибели несовершеннолетних от внешних причин, поскольку ситуация такова, что пора обращать внимание на отдельные вещи и привлекать внимание общественности к заботе о здоровье, о своих детях, ну и о собственной безопасности в том числе. Не менее важная тема – ВИЧ-инфекция. 1 декабря – день борьбы с вирусом. На учете находится свыше 700 бобруйчан. Только за 2021-й зарегистрирован 61 случай. Две трети заразились половым путем. Поэтому поднимать такие вопросы во время встреч с коллективами, отмечают горожане, крайне важно. Практиковать их надо, чтобы народ и люди, и работники это могли слышать. Кибербезопасность, наверное, самый такой основной вопрос, который был интересен для коллектива. Пожарная безопасность – казалось бы, очевидная вещь, но о ней часто задумываются только в момент беды. В современном доме ЧП может случиться не только на кухне у пледы. Несправная проводка, зарядка телефона, микроволновка, холодильник, телевизор – все это потенциальные поджигатели. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.